Итак, как и обещали, у нас в студии Илья Славутский, народный артист Татарстана, актер КРБДТ имени Качалова, режиссер, фотохудожник. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья, недавно в Казани прошла очередная фотовыставка. Мы знаем, что вы увлекаетесь фотографией. Ну, я более чем увлекаюсь, поскольку, так сказать, звание члена Союза фотохудожников России и... Да, это уже не увлечение, не хобби. Это уже как бы профессия называется. Вот. Но, конечно, это началось как хобби, как моя такая искренняя любовь из детства к фотографии. Какие-то пробы у меня были с самого раннего детства. Во-первых, у меня папа занимался фотографией. У меня было очень много журналов. Ну, у вас много чего от папы? Ну, да. Мы знаем, что вы выставляетесь не только вот на выставках, в музеях, но и в больницах. Вот в январе мы знаем, что у вас была фотовыставка в МКДЦ. Вот расскажите об этом. Рассказываю. Значит, МКДЦ – это наши замечательные друзья, значит, это организация замечательная, замечательные врачи, с которыми мы дружим, которые любят наш театр, которые нас лечат, которые нас спасают в буквальном смысле этого слова. И в частности, вот я, может быть, сижу с вами рядом сегодня благодаря им в том числе, их заботе, их любви, их профессионализму высочайшему. Вот. И, а поскольку, значит, гендиректор увлекается фотографией, и когда-то однажды мы пошли в гости знакомиться в качестве такой творческой встречи в МКДЦ, мы зашли на первый этаж, и мы видели, что все в фотографиях замечательных. И это было поразительно здорово и так приятно. Я говорю, а почему? Говорят, вот мы любим. И вот с тех пор у меня была мысль как бы сделать что-то, и мы делали одну выставку. Это определенная тема какая-то была? У них там как бы для... в общем, цель у них такая идея, такая культурного обогащения, оздоровления тоже таким путем. Ну, потому что прекрасная, красивая работа. Понимаете, пациент лежит, смотрит, это действительно, наверное, помогает и вдохновляет. Вот. И они однажды пригласили меня сделать выставку. Я сделал, им очень понравилось. А в этот раз, я ему сказал, Илья Александрович, мы соскучились, хотим ваша работа. Я сказал, в этот раз мы поступим по-другому. Я сделаю такой дар, подарок, я сделал, выбрал мои любимые работы, и это был такой новогодний мой подарок для МКДЦ. То есть это уже всегда будет? Ну, это всегда, это их собственность, так сказать, я передал в дар, и это висит, мне очень радует. И вот звонят мои врачи, так сказать, мои друзья из нейрохирургии, говорят, Илья, мы смотрим фотографии. Ну, и ощущение прекрасное, наверное, от того, что ты людям действительно доставляешь радость. Вы знаете, да. Вы знаете, да. Я это с такой как бы вот радостью действительно сделал, это так было приятно. Фотография и театр. Как вам помогает одна деятельность в другой? Какая связь, какие различия? Здесь связь прямая, потому что тот жанр фотографий, в который я работаю, это называется как бы игровая, жанровая, постановочная фотография. Понимаете, да? Недокументальная. То есть, а поскольку это очень похоже на постановку спектакля или на игру в спектакле, поэтому это в принципе очень похожий процесс создания фотографии. То есть, даже когда я работаю с артистом или с моделью в кадре, это в принципе очень похоже на работу с актером в спектакле. И потом все мои фотографии, ну почти все, они основаны на каких-то литературных сюжетах, на каких-то ассоциациях к литературным сюжетам или к драматическим сюжетам. Да, поэтому это очень близкие. Для меня это... Одно перетекает в другое, скажем так, и дополняет. Для меня это неразъемные вещи, оно как бы взаимодополняет друг друга. Иногда я какие-то вещи пробую фотографию, а потом это оказывается на сцене и наоборот. Да, вот режиссерской работе, как помогает, например, ваше занятие фотографией? Это очень помогает, потому что это композиция, это построение кадра, это очень близкие вещи. Умение организовать процесс, умение выразить это, это все очень похоже. Понимаете, фотография это в принципе как бы маленький фильм. То есть, если фильм существует длинный в движении, то фотография это... Это миг. Это маленький миг, да. Может быть, это сложнее, потому что надо выразить все в одной секунде. Фотография прекрасный жанр, я вообще очень рад, что последние вот сколько-то, не знаю, 10 лет, наверное, 15, да, она так прочно и мощно заняла свое место в мире. Да, ведь в принципе каждый человек, в сущности, имея смартфон... Каждый из нас фотограф уже, да. Нет, может быть фотограф. На каком-то уровне. Может быть фотографом, и вы знаете, я знаю примеры потрясающих работ, которые сделаны, ну, буквально действительно айфоном или там каким-то телефоном. Ну, еще один пример потрясающей работы, новый спектакль, который называется «Когда зажгутся фонари». Спасибо. Давайте об этом поподробнее. Это ведь не совсем классическая постановка театральная. Но это совсем не классическая постановка, потому что, в сущности, это даже, это такой синтетический спектакль. Это такой ретро-концерт, мы его назвали, но, конечно, это спектакль. Он соткан из замечательных песен, из лучших, так сказать, городских романсов, из золотого, так сказать, фонда российской эстрады. Эта песня, не забыла Юрьева, Петра Лещенко, Козина и так далее, и так далее. Все это переплетено с танцами, с поэзией замечательной. Это вот такое действие, которое формально называется концерт. Но это не совсем концерт, это, конечно, есть такой жанр кабаре. То есть, вот вы знаете, по определению, когда драматический артист поет, а это уже не совсем песня, это становится как бы маленькой историей. Поэтому все номера, которые у нас существуют в нашей программе, в этом концерте, это маленькие такие истории. Отдельные. Да, они как бы перетекают из одна в другой, продолжаются как цепь таких историй, событий про любовь, про дальше переходит это там более философские вещи, возвращается к более веселым, опять грустным. Но это в сущности такие маленькие истории, в этом ценность этого проекта и сложность этого проекта. Потому что важно было не просто хорошо спеть или сыграть, а как вы знаете, это живой оркестр на сцене, живые артисты поют, живые артисты танцуют замечательно. В малом пространстве, это очень красиво и эксклюзивный достаточно проект. Ну и вопрос как к эксперту, давайте как-то генерализируем наши знания. Мы сейчас говорим про спектакль, который, по сути, в новой форме в какой-то, да, состоит. Вообще развитие театра сейчас, оно в какую сторону движется? Оно в любую сторону движется. Театр вещь синтетическая, то есть это, театр такая, такой жанр, который предлагает все, что угодно, и все, что угодно может быть. В маленьком пространстве, в огромном пространстве, не знаю, для десяти зрителей, для тысяч зрителей, в большой форме, в малой форме. То есть это абсолютно очень пластичная такая вещь. Но я, наш театр, мы исповедуем как бы главное. Это должно быть, должна быть всегда история. Самое сложное в театре рассказать историю. Да, то есть как бы в любой форме. Чтобы она еще тронула зрителя. Обязательно. То есть если вот, это второй компонент самый важный, который вы называете, потому что если это не трогает душу человеческую, а далее не затрагивает какие-то мысли серьезные, тогда я считаю, что не стоит заниматься театром. Сейчас мы прервемся ненадолго. После рекламы мы продолжим. Мы не прощаемся. У нас есть сюрприз от Ильи Славутского для наших зрителей. Розыгрыш билетов. На что именно вы узнаете сразу после рекламы на ТНВ. И наша программа продолжается. И сейчас у нас обещанный сюрприз. Это розыгрыш билетов с Ильей Славутским. Он сам задаст вопросы. Илья, пожалуйста, слушаем вас. Ну что ж, вопрос достаточно простой для тех, кто любит театр и ходит в него. Это пригласительный, значит, на два лица, на спектакль «Бег». Михаила Булгакова пьеса замечает. Одна из наших последних грандиозных премьер. Вопрос следующий. В какую азартную игру в Константинополе играет генерал Чернота? 570-50-75. Это наш телефон прямого эфира. Если вы знаете ответ, добро пожаловать. В какую азартную игру играет генерал Чернота? Да, в Константинополе. Это важно. Если кто-то умеет очень быстро гуглить, мы, в общем-то, не против. Самое главное – дать правильный ответ. Пока у нас есть еще одна очень важная тема, которую мы должны обсудить. Премьеры грядущие. Это всегда самая важная тема, потому что театр – вещь живая, и у нас должно находиться в движении. Но у нас много, на самом деле, так сказать, планов хороших и подарков для наших зрителей. Ближайшие – это такие планы. Значит, это спектакль для детей и юношества. Приключения Тома Сойера и Геккель Берифина. Это замечательный совершенно. Это ремейк нашего легендарного спектакля, который зрители любили очень. И до сих пор прошло вот уже много-много лет. Они просят его вернуть. Вот Александр Яковлевич возвращает его в репертуар. Но это не будет копией спектакля. Это как бы новый спектакль, новые потрясающие костюмы. Музыка будет аранжирована по-другому. И новые, конечно, артисты, молодые артисты. Что очень важно. Соответственно, и спектакль изменится таким образом. Поэтому все ждут, я думаю, и побегут. Также зрители ожидают спектакль «Пять вечеров». По пьесе Александра Володина. Это лучшая советская пьеса о любви. Совершенно замечательная пьеса. Невероятно нежная, добрая, смешная и грустная одновременно. О любви, о верности. Это будет спектакль на малой сцене. Это мой спектакль. Я его ставлю. Вот мы сейчас, активная фаза репетиций идет. Вот, предстоит спектакль «Лес» в постановке Игоря Коняева. Это режиссер, который полюбился казанскому зрителю по спектаклю «Укращение строптивой». Вот он к нам скоро приедет и тоже займется постановкой. Вот три ближайших названия он называет. Когда это ждать? Вот то, что я назвал. Значит, «Пять вечеров» и «Том Сойер» это достаточно скоро. Это май-июнь. А дальше будет, наверное, в новом сезоне «Лес». Вот так. Ну, замечательно. С нетерпением буду ждать. 570, 50, 75. Сейчас мы пытаемся узнать, есть ли у нас звонки. Если кто-то догадался до правильного ответа, в какую азартную игру играл генерал Чернота в Константинополе. Пока нет ответов, да? Сложный вопрос оказался. Сложный вопрос. Обещали легкие. Легкие. Да, ну тогда давайте вернемся к нашей теме, с которой мы начали. С вашим увлечением фотографии. Да? То есть какие у вас, опять же, творческие планы на будущее? Какую выставку, может быть, вы собираетесь? Или какую тему для своей очередной... Вы знаете, у меня очень много идей в голове по поводу новых фотосерий. Вы знаете, я люблю работать фотосериями, да? То есть я беру какое-то произведение, посвящаю этому, да? Или ряд портретов, как это был от мастера Маргарита, да? Я сейчас размышляю над мифологией, над древнегреческой, которую я очень люблю. Вот. И мысли мои сложные и неоднозначные. Я все пытаюсь понять, с какой стороны подступиться к этому, чтобы... Ну, как у художника, у творца, в общем-то. Да, поэтому тут очень важно, чтобы это не было как будто, знаете, понарошка, чтобы не перейти в какую-то вот декоративность и проникнуть как-то в серьезную какую-то, попасть в суть вопроса, так сказать. Ну, вы понимаете, то, о чем мы говорили по поводу театра. Если это не глубоко, если это... То не стоит он начинать. То не стоит ли заниматься, да. Это не значит, что это должно быть грустно и скучно, но это всегда должно быть глубоко. Сейчас мы узнаем, насколько глубоко прониклись наши зрители вопросом. У нас есть звонок. Если я не ошибаюсь, Анжела, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, в какую азартную игру играл генерал Чернота? Генерал Чернота играл в «Тараканье бега». Правильно. Вот видите. Анжела, мы вас поздравляем. Да, мы поздравляем вас с замечательным призом, который вы заработали сегодня. Это поход в театр, который, надеемся, уверенно и доставит вам массу удовольствия. На два лица, на два лица, поэтому можете подумать, с кого бы еще вы с собой взяли. Анжела, вы нас слышите, уже нет. Ну, Илья, видимо, тоже пару слов скажет победительнице нашей. Анжела, я вас поздравляю, вы молодец. И ждем вас на нашем спектакле. Берите подругу или друга, и мы вас ждем. И желаю вам приятного просмотра и замечательных впечатлений. Ну, и давайте, Илья, в завершении тема важная, потому что всегда старшее поколение говорит, ну вот молодежь пошла нынче не та. Что в театральной среде? Молодежь ходит в театры? Молодежь прекрасная. Это все ложь и миф о том, что молодежь плохая. Молодежь всегда нормальная, хорошая. Важно, что молодежи давать и как молодежь воспитывать. Наш зал, у меня ощущение, что наш зал на три четверти всегда состоит из молодежи. Причем и самый юный, и сказать, что это какая-то плохая, прекрасная молодежь. Умная, читающая, думающая, знающая. Ну, конечно, есть и другая молодежь, наверное, но у нас прекрасные зрители, прекрасная молодежь. То есть театр, он для всех возрастов однозначно. Безусловно. Вопрос, какой театр. Если театр хороший, если он попадает в сердце, если он попадает в ум, а это две вещи взаимосвязанные, то будет смотреть и самый маленький зритель, и самый старый, пожилой, какой угодно. И границ, чем прекрасен театр? Что границ у театра не существует. Не существует границ ни в языке, ни в стране, ни в национальности, ни в религии. Театр понятен, если он хороший, если спектакль хороший, если пьеса хорошая, если артисты хорошие, если режиссер придумал. Это неважно, где это будет. И в Африке, понятно, и, не знаю, и в Америке, в Израиле, где угодно. В любой стране. Зрители, когда меня спрашивают, чем отличаются зрители, они ничем не отличаются. Они везде одинаковые, везде люди живые. И всех беспокоят одни и те же проблемы. Любовь, ревность, верность, семья, дети, родители. Все одинаковые. Ну что ж, Илья, спасибо большое. Да, остается пожелать вам больше прекрасных зрителей. Спасибо. И хороших премьер, да. И удачных премьер есть. Спасибо. Будем надеяться, что увидимся в театре. Ждем вас на наших спектаклях.